Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Вспомним о главных событиях недели прямо сейчас. Смотрите в выпуске. Рязань – территория добра. В регионе определили лучшего добровольца года. Новый год без налоговых долгов. В регионе проводится информационная кампания, которая облегчит рязанцам возможность оплаты имущественных налогов. Рязань – территория добра. Наше волонтерское движение определило лучшего добровольца года. Кроме того, ребята получили почетные значки от губернатора, в том числе за работу в красных зонах. Имена победителей в нашем сюжете. За последние два года волонтеров в Рязани стало на 2,5 тысячи больше. Меняется и лицо типичного добровольца. Если раньше это были школьники и студенты, то сегодня возрастные ограничения смазаны. Есть даже специальная серебряная категория – от 55 лет. На сегодняшний день у нас существует 15 основных направлений деятельности. Они абсолютно разные, начиная от наиболее всем знакомым, таких как помощь, одиноким пожилым людям или детям в интернатных учреждениях, заканчивая новыми направлениями, интересными. Это урбанистическое волонтерство, создание комфортной городской среды, появление каких-то арт-объектов. И все же именно молодежь – сегодня основная опора волонтерства. Именно эти парни и девушки безотказно помогали в красных зонах, работали на горячих линиях колл-центров, занимались поиском пропавших. Самых достойных из них наградили почетными нагрудными знаками от губернатора и памятными призами. Но лучшим добровольцам года, как известно, может быть только один. В нашем случае – одна. Главный приз победителя вручила глава Рязанской администрации. Чувство гордости вызывают у нас люди, такие, как вы. Люди неравнодушные, люди, которые щедро делятся теплом своей души и бескорыстно помогают. Для достижения в сфере добровольчества доброволец года 2021 становится Саулина Екатерина. Ученица 65-й Рязанской школы Екатерина Саулина – руководитель отдельного волонтерского отряда «От сердца к сердцу». Ребята весь год поддерживали детишек с онкологическими заболеваниями. Я благодарна всем, кто поддерживал, голосовал за меня. Благодарна тем, кто устроил все это мероприятие. Помогал мне развиваться в добровольчестве. Благодарна куратору своего школьного волонтерского отряда. Всем ребятам, с которыми я работаю и буду работать. Спасибо вам большое. Сегодня волонтерство в области охватывает больше 70 тысяч рязанцев. Почти полторы сотни мероприятий в этом году сделали благоприобретателями 23 с лишним тысячи людей. Но все эти цифры – не просто статистика. За ними судьбы реальных людей, чью жизнь ребята сделали лучше. Пусть даже на чуточку. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Новогодний подарок в этом году ожидает рязанцев от налоговой службы. 1 декабря истек срок своевременной уплаты физическими лицами имущественных долгов за уходящий год. Однако тем, кто еще не успел этого сделать, двери в налоговую и в МФЦ открыты без предварительной записи. Ограничения, вызванные коронавирусной инфекцией, наложили свой отпечаток на работу всех государственных сервисов. Вот и в налоговой службе сейчас работают с ограничениями только по предварительной записи. Но в преддверии Нового года в ведомстве решили сделать налогоплательщикам сюрприз и провести информационную кампанию «Новый год без налоговых долгов». Вот как раз для забывчивых граждан у нас традиционно проводится информационно-просветительская акция «Новый год без налоговых долгов». В этом году мы очень плотно взаимодействуем с отделениями МФЦ Рязанской области. И в отделениях МФЦ и в любой налоговой инспекции можно узнать о своей задолженности и получить сразу же квитанцию для уплаты налога. Причем есть одна особенность. Мы сейчас, так же как и отделение МФЦ и налоговой инспекции, работаем в режиме только предварительной записи. Но для получения такой услуги предварительно записываться не нужно. Всем зеленый свет, желающим узнать о своих долгах и получить квитанцию. Категория должников, как говорят в УФНС, традиционна. Со всеми штрафниками ведется индивидуальная работа. Ну а тех, кто забыл, меры воздействия шире. Ну в первую очередь направляются требования забывчим владельцам налогооблагаемого имущества. Это специальный документ, в котором указана какая задолженность, за какие налоги и необходимо в 30-дневный срок ее погасить. Те налогоплательщики, которые несмотря на полученные требования проигнорируют наши законные основания для уплаты налогов, уже к ним будут применяться меры принудительного взыскания задолженности. Причем часть из них проводится по инициативе налоговиков и в том числе совместно со службой судебных приставов. В определенных случаях может быть наложен арест на имущество и его взыскание. Пожалуй, самодейственная мера – ограничение выезду за границу. Как говорит нам статистика, 80% должников, которым грозит запрет на пересечение границы, попав в такую ситуацию, сразу же оплачивают все долги. Конечно, чтобы новогодний отдых не был испорчен, в УФНС предлагают заранее закрыть свои гештальты. Акция от налоговиков продлится до конца января. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В культурно-досуговом центре «Фабрика» прошел традиционный слет детских объединений российского движения школьников Рязанской области. Представители ведущих школьных отделений поделились опытом и обсудили перспективные формы работы со школьниками. Приняли участие в мастер-классах и конкурсах. Главная тема форума юных активистов РДШ – разработка новых форм работы со школьниками. И здесь было где развернуться. Финал областного конкурса собрал лауреатов из 25 первичных отделений РДШ, отрядов юной армии, 6-местных отделений и дружин общественной организации «Лист». География представительная. Касимов, Старожилово, Шацк, Ряжск, Михайлов, Рязанский, Скопинский районы. Ну и, конечно же, сама Рязань. В ноябре начались заочные конкурсные испытания для конкурса детских общественных объединений. Участникам, первичным и местным отделениям предлагалось собрать расширенное электронное портфолио, где они рассказали о своих контактах, где они поделились партнерами, мероприятиями, проектами, которые они реализуют в рамках стратегии детских общественных объединений. После этого был большой отбор конкурсных заявок. Как уже говорили на открытии, было подано порядка 35 заявок и от первичных, и от местных отделений. И в рамках этого жюри подвели итоги и пригласили на финальное испытание 5 первичных и 5 местных отделений. Одно из самых ярких впечатлений для ребят – видеопоздравление от председателя российского движения «Школьников», героя России, летчика-космонавта Сергея Рязанского. Конкурсная часть началась с презентации. За 5 минут надо было рассказать подробно о работе своего отделения. Особо отличился представитель РДШ Рязанского района. Он представил своеобразные репортажи со школьных событий от ведущих телеканалов России. Дальше был конкурс видеоклипов, на создание которых отводилось не более получаса. Конкурсное представление о концепции развития и новых форм работы со школьниками. Сегодня было очень интересное мероприятие, которое проводится на большинстве вот таких конкурсов – нетворкинг. Когда ты можешь познакомиться с новыми людьми, при этом очень быстро, и в это знакомство ты можешь включить основные качества человека, с которым ты знакомишься. И сегодня я познакомилась с большим количеством руководителей и лидеров первичек, о которых я даже не слышала и слышала очень мало. Я поняла, как разнообразна работа детских общественных объединений в нашем регионе. В конкурсное жюри вошли представители Министерства образования и молодежной политики Рязанской области, Рязанского регионального отделения РДШ и общественной организации «Лист». Первое место в номинации «Лучшее местное отделение» занял Михайловский район. Лучшим первичным отделением Рязанской области признано отделение РДШ школы номер 7 города Рязани. Впереди новые конкурсные испытания, стать участником которых может любой школьник. Сюжет подготовлен по материалам городского школьного телевидения «Марс ТВ». Ужесточение ограничительных мер в новогоднюю ночь и на праздники мы не планируем. Наоборот, думаем о некоторых послаблениях. Все упирается в темпы вакцинации. Об этом заявил журналистом губернатор Рязанской области Николай Любимов на итоговой пресс-конференции за год. По его словам, темпы вакцинации в регионе немного снизились, но они все равно оптимистичны. Кроме того, губернатор впервые публично прокомментировал отставку Михаила Семенова и рассказал, где будет праздновать Новый год. Пандемия коронавируса – главный вызов последних двух лет. При выборе все запретить. На всякий случай, либо разумно оценить свои возможности, как заявил Николай Любимов, региональная власть выбрала второе. И об этом шаге не пожалела. Самое основное, что мы не пошли на закрытие всех наших промышленных предприятий, сделали все разумно и в отношении предприятий частной медицины, в отношении предприятий сферы услуг, что, собственно говоря, предопределило и экономическую ситуацию в Рязанской области. Я имею в виду то, что у нас темпы роста промышленного производства, в отличие от большинства регионов, в стране они не только не упали. Они первое время, конечно, снизились, но далее и в 20-м, и особенно в 21-м, в текущем году они росли выше, чем в среднем по стране. Вот сейчас у нас 108,3 темп роста промышленного производства, и, соответственно, в стране у нас 105%. Одна из самых резонансных тем декабря – открытые письмо губернатору от перевозчиков с просьбой поднять тариф в общественном транспорте сразу на 5 рублей, с 23 до 28. Такое резкое повышение Николай Любимов счел недопустимым. Во-первых, в нынешней ситуации это накладно для жителей, а во-вторых, с качеством обслуживания сегодня прямо беда. То есть мы вот, допустим, повышаем проезд, где мы видим после этого гарантированное улучшение качества услуг предоставляемых. То есть у нас постоянно от людей обоснованные совершенно жалобы слышно о том, что троллейбусы или автобусы ходят иногда переполненными, о том, что не соблюдается график движения, что по вечерам из ряда наших районов города, да и в районах тоже это, естественно, присутствует, уехать невозможно. Хамское отношение иногда водителей присутствует к людям. Я понимаю, что обоснованно это экономически. Да, надо, конечно, повышать. Никуда не денешься, в результате мы это должны будем сделать, но повышать разумно так, чтобы люди от этого сильно не пострадали. Об увольнении бывшего вице-мэра Михаила Семенова губернатор впервые высказался публично. Как известно, экс-чиновник сейчас пытается восстановиться через суд, но Николай Любимов четко дал понять, с этим человеком рязанской власти не по пути. Это вопрос профессиональных качеств. Люди, которые хотят работать в команде, это как и всем относится, не только к Михаилу Олеговичу Семенову, они даже должны понимать, чего от них хочет губернатор, соответственно, жители. И понимать это очень четко, поскольку процессный подход, так называемый, когда люди занимаются процессом одним только, он недопустим. И где-то можно было подождать, где-то можно было поверить, где-то можно было, ну скажем, дать шанс второй, где-то научить человека чему-то, а где-то уже нет. Вот, соответственно, у людей ни сил, ни терпения, ни желания ждать больше нет, как и у меня. Говоря о кадровых изменениях, Николай Любимов анонсировал структурную реформу в правительство региона уже в январе. Людям нужен результат, как, например, уже утвержденное строительство новой поликлиники в Дашково-Песочне, которая будет работать параллельно с ныне существующей, а не вместо нее. Сегодня окончательно определились с участком, да, вот на конкретном будет участке уже строительство осуществлено. Мы, в свою очередь, уже определились даже, чтобы не было ни у кого потом отходных путей из-за того, что денег нет. Мы обеспечили в трехлетнем бюджете деньги на начало строительства. Вот это порядка 470 миллионов рублей на начало строительства. Ясно, мы будем просить поддержку в правительстве Российской Федерации. Сейчас, действительно, я уже говорил об этом, много разных инструментов, и построить ее должны обязательно. Самыми важными для себя событиями в уходящем году Николай Любимов назвал поход в красную зону и встречу с детьми больными диабетом. Вакцинация – единственный правильный выбор в пандемию. Рязань в этом смысле показывает хорошие цифры, привито уже 550 тысяч жителей. И самое главное – никакого ужесточения ограничительных мер в новогоднюю ночь и на все праздники не будет. А сам Новый год губернатор встретит дома, в Рязани, по-семейному. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Первые тезисы Владимира Путина были вполне ожидаемы. В битве с коронавирусом у России есть успехи, экономика оказалась стойкой и мобилизованной, рост ВВП опережает плановые показатели. А в фонде национального благосостояния уже 185 миллиардов долларов. У нас сейчас 81 с небольшим, по-моему, миллионом человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить это к 2024 и 2030 годам. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю, еще раз хочу это подчеркнуть, про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса, про гуманитарную. Так что сбережение народа, о котором говорил Слышан Ницин, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста. Темы красных линий, газа и Донбасса, конечно, серьезные, но пусть о них говорят федеральные каналы. Нас интересовало отношение к регионам. Рост помощи им возрос до 1,7 триллиона рублей. Нынешний бюджет страны Владимир Путин назвал социально ориентированным. Если мы говорим о социалке, то, конечно, это рост расходов в этой сфере. Мы же делали, даже при поддержке пострадавших отраслей экономики, мы все нацеливали на сохранение рабочих мест. Мы все нацеливали на поддержку людей с низкими доходами, с небольшими доходами, уязвимыми особенно в этой ситуации. А это какие? Это молодые семьи, прежде всего, с детьми. Ну, мне можно перечислять, наверное, можно не перечислять, но некоторые я назову, которые, в принципе, очень хорошо известны. Значит, расширили количество семей, которые получают поддержку со стороны государства, просто по количеству семей от нуля до трех лет. У кого есть дети от нуля до трех лет. Значит, начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка. Затем начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Начали дополнительно платить от трех до семи. Значит, выплачивали единоразовые, ну, делали единоразовые выплаты и по 5, и по 10 тысяч рублей разным категориям. Прежде всего, конечно, людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации. На Алтае проблемы с отоплением, в коме с переселением и зарезания вопросов на этот раз не было. После памятного случая, наверное, теперь уже надолго. А вот на вопрос об индексации пенсии в связи с растущими ценами Владимир Путин ответил емко. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем. Это первое. Второе. В следующем году соответствующие решения будут приняты и по так называемому силовому блоку, для того, чтобы выровнять там. Как заявил Владимир Путин, планы грандиозные, расходы колоссальные. Траты на социальный блок и поддержку регионов сегодня существенны. Главная цель, по словам президента, чтобы люди почувствовали позитивные изменения. Максим Васильев, телекомпания «Город». В предпраздничные дни и в новогодние каникулы на сцене театра драмы рязанцев ждет яркая волшебная новогодняя история, которая зимой приходит ко всем детям и даже их родителям. Неожиданные повороты сюжета, смелые герои, которые вступают в борьбу с лесными обитателями. Вы увидите все чудеса, которые приготовили нам Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Сказочные герои, царь-государь, дочка его Анфиса, церемоний мейстер заграничный да генерал-царский. Вся эта дружная кампания ждет праздника Нового года и размышляет, где бы им раздобыть самую красивую волшебную елку. Кто же им поможет? Конечно, добрый молодец Емеля. Царь ему дорожку к самой красивой елке покажет. Однако елку-то срубить непросто. Она под охраной Нового года и самого Деда Мороза. Да и нечисть лесная не дремлет. Словом, не так проста задача для Емеля оказалась. Новогодняя история в сказочном царстве придумана и воплощена на сцене известным рязанским режиссером Арсением Кудрей. А это же где-то очень близко к такой форме, скажем так, Дель-Арте, к французской ярмарке, к тому же Вилсону, к Европейскому театру, с которым мы работали с Луизой. Я думаю, как эта тема интересна, созвучно. Герои это все наши классические, сказочные. А в Дель-Арте в том же самом, такие же классические герои, такой же Ван Дурак, но называется он по-другому, такой же царь, ну, скажем так, ну, это богатый человек в Италии, да. И мы укопались в этом материале так чуть-чуть, и я думаю, как все как-то само помогает, как это ложится хорошо. Причем вроде как мы играем классическую сказку с героями, с Емелей, с царем и с бабой Егой, а вводим ее в такую интересную какую-то форму европейского театра. Как сказал сам режиссер, идею сказки взяли у Дмитрия Голубицкого, но все остальное придумалось уже собственными силами. Получилась как бы пародия на русскую народную сказку, где персонажи представлены в стиле цирковых артистов, а само представление в виде клоунады. К этому добавляются яркие костюмы героев и сверкающие декорации, что создает атмосферу волшебного новогоднего настроения. Каждый персонаж проработан в деталях и оттого образы весьма убедительны. Максимально неприятная личность, которая при царе в данных обстоятельствах нашего спектакля, нашей истории, он мог бы быть и существовать. Поэтому для меня это достаточно отвратительный персонаж, но со своими хорошими мыслями, лично для себя. Ну и дальше просто я наслаивал уже какие-то свои личные наблюдения из жизни, будь то какие-то бабушки, дедушки неприятные или приятные люди. То есть все как-то по мелочам, по кусочкам собрался Христофор Карлович. Здесь персонаж слишком сильно гнется и делает какие-то жалкие попытки выгнать все в свою сторону, но не нужно прогибаться под изменчивый мир, в каком-то плане, когда-то кто-то спел. Ну да, подлостью, обобщим, чтобы кучу лишних слов не набирать, успеха не добьешься. Как и любая сказка, эта новогодняя история поучительна. И сам сюжет приводит к краху персонажей отрицательных. Насчет своего персонажа я могу сказать, что да, она такая дочка царя, которая вот я хочу, так будет, я вот скажу, так сделают, потому что у меня папа большой человек. Но при этом, при всем, Анфиса, она же не бросает Емелю, она же идет за ним, его спасать. И мне кажется, это, наверное, самая такая кульминационная точка, что нельзя бросать своих людей, особенно любимых людей, в беде. Все персонажи понятны для ребенка, зато для взрослых непривычно видеть царя в стиле Пьеро, царскую дочку в стиле клоунессы, а Емелю – балаганного клоуна. Баба-яга в ботах на платформе, в модной одежде, с надувным автоматом. В итоге спектакль удачен для детей любого возраста от 0 до 99 лет. И с приобретением билетов в сказку советуем поторопиться. Места разлетаются, как горячие пирожки. Еще одна сказочная история, которую и взрослые, и дети всегда ждут с нетерпением – елка в кукольном театре. Наша съемочная группа убедилась, что это не зря. Во время зимних каникул в Рязанском театре кукол будут жить Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка, их волшебные помощники и герои любимых историй. В фойе уже засияла разноцветными огнями красавица-елка. Гирлянды, блестки карнавальных костюмов, праздничная иллюминация и тематическая фотозона. Новый год с Рязанским театром кукол – традиционное путешествие в сказку для всей семьи. На этот раз здесь расскажут невероятную, но абсолютно правдивую историю о тайной жизни новогодних игрушек. Мы создали такую историю про Новый год и время. Как важно, как нужно ценить свое время, совершать добрые, честные поступки. Вообще быть честным, настоящим человеком, чтобы в дальнейшем, будущем быть счастливым и получить эту маленькую толику счастья. Чтобы она родилась, нужно быть честным, настоящим, потому что время назад не вернешь. И Новый год – важно, чтобы ты был счастливым, потому что назад ты его уже не вернешь, если он у тебя так плохо прошел. Значит, от тебя все зависит, значит, от того, как ты относишься к этому, ко всему, что тебя окружает в этом мире. Вот про такую интересную вещь в нашей сказке. Режиссером постановки выступил Василий Уточкин, известный взрослым зрителям по роли Раскольниковой из «Драмы и наказания». Может быть, поэтому в детском спектакле сквозит тема расплаты за плохое поведение. Игрушки признаются, что страдают из-за проказ мальчиков и девочек. Исправлять это должны, конечно же, виновники плохих поступков. Так ясно и недвусмысленно в этом году ребят учат хорошему поведению. В спектакле мне досталась главная роль мальчишки-проказника по имени Максим. Вот. Я являюсь причиной всего этого действия новогоднего. Вот. И, конечно, это очень ответственно, потому что нужно за короткий срок прожить целую маленькую судьбу ребенка, который из шаловливого шкодника превращается в довольно-таки умного, разумного мальчишку. В фойе театра посетителей приветствуют Дед Мороз, Снегурочка, госпожа Метелица и главный герой спектакля Максим. Вовлеченность зрителей в спектакль начинается прямо здесь и продолжается уже в зале. Когда надеваешь этот костюм, особенно как вот именно в нашем спектакле, он добавляет тебе какой-то вот царственности. Именно потому что он так сделан, я даже чувствую себя немного бароней в какой-то момент, соответственно, это добавляет тебе невероятных ощущений. В плане том, что ты уже становишься не обычная девчонка такая, а по ощущениям ты уже, ну что ты из себя представляешь. И поэтому, ну в общем, я чувствую, что я приношу детям радость, особенно когда вот мы заходим, и они так радуются этому, и это невероятные ощущения. Праздничный марафон уже начался, и желающим окунуться в атмосферу новогодних чудес стоит поторопиться. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани продолжается выставка продажи «Икра и рыба камчатская». Деликатесы на этой ярмарке давно приглянулись горожанам. Рязанцы говорят, что рыбка на выставке продажи очень сочная и нежная. На ярмарке представлена рыба слабосоленая, горячего и холодного копчения, настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса. По традиции, утро для многих рязанцев начинается с живой очереди. Все они пришли на выставку продажу «Икра и рыба камчатская». Красная рыба по праву считается настоящим деликатесом. Она незаменима на профессиональных и, конечно, домашних кухнях. Кроме того, что красная рыба вкусна, она еще и очень полезна. Ненасыщенные жирные кислоты препятствуют возникновению атеросклероза, снижают уровень холестерина в крови, нормализуют артериальное давление. Кроме того, в красной рыбе много полезных микроэлементов и витаминов. Попробовать и оценить любой из видов рыбы на этой выставке продажи может каждый желающий. После лакомого кусочка гости часто уходят с угощениями. Мы узнали, какую рыбку рекомендуют сами покупатели. Чавычу, конечно. Вообще красный рыб. Очень, очень вкусный. К Новому году можно прийти еще раз и купить. Немножко все к Новому году купили. И чавычу, и палтус. Белорыбецы, палтус, омуль, муксун, чавыча, нерка, зубатка и многое другое. Здесь представлено несколько десятков видов рыбы. Слабосоленая, горячего и холодного копчения. И, конечно, настоящий камчатский деликатес, который можно попробовать и приобрести – это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы. Только икра и соль. Многие рязанцы приезжают на выставку камчатской рыбы уже не первый раз. Другие пришли впервые и хотят выбрать рыбку после того, как сами отведают ее. Я еще не пробовал. Буду пробовать. До новогодних праздников остаются считанные дни. И многим рязанцам важно знать, в каких условиях хранить деликатесы к праздничному столу. К примеру, рыбу холодного копчения следует завернуть в пергамент и убрать в морозилку. А икру можно заморозить и хранить в банке. За сутки перед ее подачей на стол переложить в холодильник. При такой подготовке деликатесы сохранят свои свойства и витамины. Выставка продажи «Икра и рыбы камчатская» расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она продлится до 31 декабря включительно. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Напомню, партнер информационных программ «День города» и «Неделя города» – «Икра и рыба камчатская». На этом у меня все. До свидания. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чабыча, красная икра, белорыбеца. С 20 по 26 декабря. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова